Носом ямы роешь, я тебя покормил, да? Нормальненько все. Шурская у тебя хорошенькая. Пошел, да? Ну давай. Смотрю ютуб, естественно я не одинок. Различные каналы вываливают свои видосики, свои листы, заманушки. И в частности в одном из видосиков говорится, а что будет, если регулярно ходить? Что будет? Так вот, я вам расскажу, что стало, когда я стал регулярно ходить. После того, как я приобрел вот эти вот часы, это где-то был 17-й год, Apple Watch. Там есть такая программа регулярно, регулярные тренировки. Считает шаги, считает километры, пульс там и прочее-прочее. Дает там бонусы. Как-то мне это слегка вдохновило. Но не столько часы, потому что я и до них ходил. А вот то, что можно как-то регулярно более-менее отслеживать. Сколько ты там прошел, пульс и все там такое. Так вот я с 17-го года регулярно хожу. 17-й год, 18-й год, 19-й год и пошел 20-й год. Что я должен отметить? Ходьба является прекрасной профилактикой очень многих болезней. Потому что организм создан. Нормально работать организм человека во время ходьбы. Не лежание, не сидение, не стояние. А именно во время неспешной вот такой вот ходьбы, которой я занимаюсь. И я регулярненько, за исключением некоторых там деньков, час хожу. Именно часок. За этот час у меня прорабатываются суставы. Особенно позвоночный столб. Мы все знаем, что имеются между позвонками межпозвоночные диски. Так вот эти вот диски получают нагрузку, которая им нужна для того, чтобы они нормально существовали, были в здоровом состоянии. Не сплющились, не ослабли, не вылезли. Вылезли. Это ходьба. Ходьба с ее такими протряхиваниями. С ее такими, знаете, вот вибрациями. Способствует тому, что лучше у нас идет опорожнение. Лучше пищеварение. Многие вот хотят. Ага, а как вот нам избавиться от запора? Что там нам принять, подождать? Ничего подобного. Для того, чтобы избавиться от запора, не надо ничего такого принимать. Надо просто-напросто поставить свой организм в нормальные условия, в которых бы он работал так, как надо. Вот как некоторые говорят, как часики. Все эти вибрации, вот такие вот, которые происходят, способствуют тому, что все это начинает двигаться по направлению куда? Вниз. Все эти там накипи различные, которые к нам прилипают к стенкам толстого кишечника, они тоже, что мы делаем для того, чтобы, правильно, да? Для того, чтобы что-то там очистить, отодрать. Мы подвергаем это своеобразным таким вибрациям. Так вот это все делает ходьба. Плюс, именно на ходьбу выделяется смазка, смазывающая наши суставы, ступни ног, колени, тазобедренные. Чтобы ничего-то не болело. Связочки работают. А то мы сели или легли. Призавили эту связку, там, допустим, тазобедренного сустава. Ухудшилось кровообращение. Нож мы-то вроде как не чувствуем. А потом там начинается потихонечку отруфия. От того, что мы не даем нагрузочку. Так вот я регулярно делаю ходьбу. Не то, что будет, а то, что стало. Я почувствовал себя совершенно иначе. Кстати, лучше заработала пристательная железа. Улучшилась половая функция. Все это требует активности. Нету активности. Зачем тогда тебе, будем говорить, если ты не активен, и половая функция. Зачем тебе, как бы, излишек силы, когда ты ее не тратишь. Зачем тебе внутри суставная жидкость, если ты не пользуешься своими суставами. Все это ведет к тому, что все у нас это слеживается, уплотняется и превращается в массу. Массу наше тело превращается в суставы, связки, мышцы, превращается в массу, которая деревенеет. Деревенеет просто-напросто. Естественно, начинаются более различные там эти последствия. А вот простая ходьба, что будет, не будет, а стало. Я константирую не то, что будет, а то, что со мной стало. Вот это самое важное. Когда человек делится с вами своим собственным опытом, своими собственными наработками, наблюдательностью. И вот со мной такое стало. То есть, хожу, знаете, когда смотришь на пожилого человека, и видишь, что он так ковыляет, как на ходулях. А тут, пожалуйста, я вот присел, встал, побежал легко и просто, понимаете. То есть, походка совершенно иная. А у меня же тоже были различные состояния, когда я так вот ковылял. Все было. И вот благодаря ходьбе простому, простому, ну, естественному, которому я стал совершенно другим человеком. В плане, в телесном плане, будем так говорить. В духовном я немножечко помолчу, потому что общение с природой, с солнышком, с вот этими звуками, которые издает весенний лес, это еще своеобразная лечебная работа, работа с природой. Поэтому не обедняйте себя и не это, не старайтесь жить какой-то неестественной жизнью, восполняя эту неестественность с какими-то там регуляторами. У вас будет все, и кожа. Мне идет 66-й год. Что, кожа у меня плоха? Я не пользуюсь никакими кремами. Так что, ходите. Ходите. И вспоминается поговорка древних греков. Хочешь быть здоров? Ходи. Хочешь быть красив? Ходи. Хочешь быть умный? Ходи. И голова работает намного лучше во время ходьбы и после. Даже зрение у меня улучшилось. То я все делал в очках. А это я смотрю, что это мне очки только для чтения. А то, что раньше я уже и рассматривал на планшете какие-то видосики через очки для чтения. А теперь нет, я смотрю, что так, что это, что я тогда их буду носить. Вот такие вот вещи я вам рассказываю. Не что будет, а что стало, и стоит, и стоять будет. И это главное. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют, и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Продолжение следует...